Нашим западным коллегой из Америки, с точки зрения России... Смотрите, западного коллегу даже обсуждать не хочется, потому что он свел все к деньгам и договоренностям с медиа. Вообще-то, для того, чтобы понимать, что происходит, стоило бы прочесть киберстратегию национальную, которую Трамп подписал в 2018 году, в октябре, где совершенно прямым текстом он обращается, конечно, к fellow Americans, а вовсе не к нам и не к миру, потому что американцы всегда разговаривают только между собой. Где он прямо говорит, что американцы придумали это киберпространство, они должны им управлять, они должны быть лидерами как вообще на планете, так и в киберпространстве. Все, кто не будут выполнять правила, установленные американцами, будут наказаны. Там это прямо сказано. И никому не будет позволено нарушать эти правила, руководствуясь, внимание, ложными понятиями суверенитета и информационной безопасности. Это прямые цитаты. Это все лежит на сайте правительства США до сих пор, потому что это официальная стратегия национальная. Это я к чему говорю, что нет никаких независимых глобальных платформ. Они все американские, все они работают в юрисдикции США, они все управляются с начала до 2015 года так называемым патриотическим актом, который велит отдавать все данные правительству и так далее. При этом он идет вместе с Gag Order, то есть с соглашением о нераглашении, по которому они не могут рассказывать об этом взаимодействии. В 2015 году там возник вообще замечательный акт. Американцы любят эвфемизмы, которые прямо на 180 градусов называют вещи, типа «друзья Сирии». Вот там возник акт о свободе, по которому все эти компании слушаются правительства США. Более того, даже зная, что они, в общем, очень сильно продвигали и Обаму, и, значит, Байна, нет, Клинтон, они, значит, в последнее вот время, когда они готовились к борьбе на вторых выборах с Трампом, они вместо телефонного права ввели право непосредственного управления. Практически, если вы посмотрите новости, практически во все интернет-компании были назначены либо в совет директоров, либо в менеджмент, люди из разведки, оборонки и так далее. Туда пришли кураторы. Поэтому, когда мы говорим о том, что эта компания якобы имеет собственную волю, это совершенно не так, это американские компании, которые управляют, ну, условно говоря, демократической партией США, и единственный проект, который пока не управляется, это ТикТок, и мы знаем, что ему с прошлого августа выкручивает руки, чтобы он продался кому-то в Америке, продал контрольный пакет. Потому что их совершенно не устраивает наличие независимого игрока на своей территории. Поэтому говорить о том, что мы создадим представительства, они будут движимы какими-то материальными интересами, и мы там будем им мешать продавать здесь рекламу и так далее. И этим мы им помешаем здесь заниматься пропагандой, это довольно наивно. То есть, вот представьте себе, что там есть менеджмент, у менеджмента есть свои KPI, да, зарабатывать деньги, развивать бизнес и так далее. Пока это работает, менеджмент принимает решения. Как только эти решения касаются пропаганды и идеологии, менеджмент таких решений не принимает, ими занимаются идеологические кураторы из правительства. Именно поэтому подействовало замедление. Пока ты штрафуешь на любые штрафы, идеологический куратор говорит, ну вы барыгин, вы там зарабатываете, у вас деньги есть, решайте. Как только он вдруг понимает, что его задача не выполняется, потому что их задача быть здесь и влиять, тогда они начинают шевелиться. Поэтому механизм воздействия должен быть всегда гибридный. Да, можно влиять деньгами, но обязательно должна быть дубинка типа блокировки или замедления. Потому что иначе мы ни до чего не договоримся. Надо понимать, что это идеологические инструменты, ну а насколько они самостоятельные. Я лично сам смотрел 4 часа порку Тукерберга в Конгрессе, когда он там в пиджаке, который на нем сидел, как на корове седло, весь красный, значит, оправдывался 4 часа. Там видно, кто кем управляет. Это не он к себе вызывал людей из правительства. Правильно ли? То есть это идеологические инструменты государства США, это надо так и воспринимать. И заниматься, на самом деле, защитой цифрового суверенитета нашей страны. Спасибо. Знаете, вот, извините, пожалуйста, вот вы видели, с одной стороны, порку Тукерберга, да? А потом мы все видели, как соцсети взяли и вырубили действующего президента США. Конечно, и что? Но они управлялись Байденом, а не Трампом. Трамп просто не имел никакого отношения со всей этой элите. Я просто говорю о том, что, когда вы говорите о том, что они управляемые, это 100% они управляемые, другое дело, что они, это абсолютно такая новелла, они выведены из-под действия законодательства, как на национального. Нет, конечно. Ну как, они не выведены, они управляются, извините. Извините, актом о свободе. Нет, можно, можно я скажу. Вот, они, конечно, выведены, нету никаких регулирующих положений, которые бы предписывали им то, как им выстраивать внутреннюю стратегию, международную стратегию, это ручное управление. Конечно. Вот здесь в том-то и дело, что если раньше медиакорпорации, ну, не знаю, те же самые, CNN и так далее, было огромное количество, в том числе и выработанных профессиональным сообществом, некой методологии действий, когда, говорят, нет, вы знаете, а это уже за пределами этики профессиональной. То есть, может быть, не было закона, так как соответствующая поправка Конституции гарантировала, так сказать, не создание новых законодательных актов, но были профессиональные этические нормы. То тут мы получили вообще гибридную историю. Они не подчиняются никаким законам, потому что они сами себя сделали, выдумали, придумали. И при этом еще и этических норм нету. А то, что они управляют, здесь никто с этим и не спорит. Конечно, сто процентов. Мария, но ведь эти нормы и обычными СМИ тоже уже отброшены. Давно уже отброшены. Ну, вы посмотрите на CNN, да? Это что? Ну, они каким-то этическим кодексом... Игорь Александрович, простите, что пребываю. Я хочу просто вместить как можно больше вопросов от аудитории. У нас осталось довольно малого...